Реализация мяса из запасников началась в середине января. Общий объем заготовок составляет 12 тысяч тонн. И этого хватит на зиму и весну. Резервное мясо предназначено в большинстве для средних и малоимущих граждан. Однако сегодня многие задают вопрос, а доходит ли продукт до целевой аудитории. Разобраться в ситуации решил сам глава правительства и посетил несколько точек продаж. Почему сейчас стоит вопрос цены, нехватки, продажи и раздачи? Объемов 12 тысяч тонн недостаточно, поэтому в каждом хоро мы определили по две точки, в которых продают резервный продукт в определенных объемах. Всего более 200 точек по столице. Цена остается стабильной. В преддверии праздника нам удается ее сдерживать. Баранина даже снизилась на 80 тугриков. Правда, говядина немного подорожала. Резервное мясо занимает около 30% всей потребности в продукте. Сегодня мы видим нехватку, поэтому направили вопрос об увеличении объема заготовок в правительство. Как отметили сами продавцы резервного мяса, товар после завоза раскупается за 2-3 часа. Для того, чтобы всем хватило, на мясах организуют выдачу по норме. 2-3 пакета в одни руки. Жалоб по поводу качества цены не поступает, лишь по поводу нехватки, а это для нас большая проблема. Но мы стараемся регулировать и выдавать в день по 4-6 килограммов на одного покупателя. А когда завоз большой, то побольше. Говядина, баранина и козлятина завозятся стабильно. Если мясо привозят тушами, то мы разделываем, чтобы досталось большему количеству покупателей. Так обстоят дела в магазинах, а вот ситуация с расширенной торговлей выходит из-под контроля. До Цагансар продажа баранины идет в двух точках в каждой префектуре. Везде длинные очереди, да в кругань. Дешевое мясо простые жители купить в такой обстановке не могут. Поэтому у многих возникает законный вопрос. Может, часть объема продукта идет в теневую реализацию? Нынче заготовлены меньше тонн, чем в прошлом году, поэтому создалась такая ситуация. До нас доходят слухи, что мясо контрабандно вывозится за границу. Поэтому мы намерены ужесточить контроль над конвейером. Начиная от выдачи в складах производителей до момента, как продукт доходит до покупателей. В каждой префектуре по две торговых площади для тех, кто хочет приобрести мясо цельными тушами. Сразу замечу, надзор за объемом, качеством продажи продукта ведет Федерация мясопереработчиков. Для того, чтобы распределение шло справедливо, Батбол дал указание проводить реализацию только в масштабах ХОРО. Указание передано соответствующим органам. Объемы выдачи и продаж отныне будут под жестким контролем. Редактор субтитров А.Семкин